Аплодисментами друг друга приветствуют лучшие керлингисты Краснодарского края. Спортсмены собрались в Сочи на краевые соревнования по керлингу. Это первый старт нового сезона 2019-2020 года. В ледовых баталиях принимают участие 10 команд. Это дети до 14 лет. И все они из Сочи. Дело в том, что город-курорт единственный на Кубани, где сегодня развивают этот вид спорта. Все благодаря наличию уникальной площадки. Спортивная арена «Ледяной Куб» досталась Сочи в наследство от зимних игр. Сразу после их окончания сюда потянулись желающие познать искусство игры в шахматы на льду. Так часто называют керлинг. Начала заниматься 5 лет назад. И это как-то спонтанно получилось. Просто захотелось попробовать. Думаю, если не получится, ничего страшного. И так вот 5 лет уже занимаюсь. Тренер пришел в школу просто детей набирать. Я такая, о, что-то новое. Надо попробовать. Мне нравится процесс игры, как команды взаимодействуют с друг другом, как разговаривают, техника, как это все выглядит со стороны. Вот это мне нравится. Тупилась результатов и заняла третье место на Спартакеаде со своей командой. И первенство России до 22-х я тоже заняла третье место. И это не конец. Да, вот как раз в 2014 году я узнала о керлинге. В керлинг меня решила отправить сюда мама. Занимаюсь я тут уже год с командой. Недавно меня перевели в старшую группу. Первое соревнование в старшей группе. Она меня много куда хотела отдать. Решили с керлингом попробовать. Ну, вид керлинга – это очень интересное занятие. Очень интересный опыт получаешь ты. Про керлинг раньше никогда не знала. Но вот мы переехали, получается, в 2015 году. И папа увидел объявление и привел меня сюда. Вот, он сейчас тоже сам тренируется вместе. Его очень заинтересовало. И мне тоже очень понравилось. А чем нравится? Вот что больше всего увлекает? Я никогда раньше в командном виде спорта не участвовала. И вот мне очень нравится, что мы все всплоченные. После окончания зимних игр прошло больше пяти лет. Но интерес к керлингу по-прежнему высок. Сегодня этим олимпийским видом спорта увлекаются порядка 200 сочинцев. Интерес к керлингу в Краснодарском крае, непосредственно в городе Сочи, на данный момент большой. Популяризируется. После каждых соревнований приходят детишки. Мы им устраиваем открытые уроки. После этого они заинтересовываются и остаются играть, тренироваться. Также на базе Ледяного Куба проходят международные соревнования. Очень много гостей посещают арену и хотят привлечь своих детей играть в керлинг. На данный момент у нас на базе Ледяного Куба три тренера по керлингу. Конечно, коллектив очень сплоченный. Но мы рады не привлечь новых специалистов, которые принесут что-то новенькое в тренировочный процесс. Керлинг – игра тактическая. Камень нужно толкнуть с определенной силой, правильно натереть перед ним лед, чтобы он прокатился по нужной траектории. Кстати, камень весит почти 20 килограммов. Но его толкание не требует больших физических сил. Поэтому керлингом в Сочи занимаются и дети. Но все же спортсмены просто обязаны быть в хорошей физической форме. Для этого много и усердно тренируются. Игры в рамках краевых соревнований по керлингу проходят параллельно на шести дорожках. Для участников турнира перед его стартом залили свежий лед. До спортсменов в день состязания на него выходили только айсмейкеры. Это специалисты по подготовке льда. Ледовар – профессия редкая, но важная. Ведь от качества подготовки покрытия во многом зависят результаты игры. Для керлинга подготовка льда – это особый процесс. Потому что он кардинально отличается от подготовки льда для хоккея, для любых зимних видов спорта. В керлинге очень важно очень ровный лед. Поэтому заливка перед всеми соревнованиями происходит по этапам. На многослой, на слой за слоем. И затем уже идет выравнивание. Мы получаем очень ровный лед. И перед каждой игрой мы срезаем старые пэблы. Это так называемые капельки воды. За счет чего камень вращается и придает, так скажем, этот кюрл. То есть эту дугу. Работают у нас на арене четыре специалиста. Работаем два через два. То есть в смене двое. Очень загружена у нас арена. Поэтому работаем с утра до ночи. Ну, работа такая требует, скажем так, много сил, терпения. Ну и стараемся для детей, стараемся для тех, для сборной, для всех, кто приезжает к нам. Очень много, на самом деле, нюансов. Потому что специалист по подготовке льда именно для керлинга должен разбираться в холодильном оборудовании, в вентиляции. Разбираться в воде, в качестве воды. В общем, механиком быть небольшим. Потому что машины, оборудование. Ну и относиться к работе с душой. Потому что если мы не будем относиться с душой, мы будем просто делать механическую работу, и ничего не будет хорошего. Вообще, сочинская арена «Ледяной куб» – уникальная площадка не только для края, но и для всей страны. Таких в России можно по пальцам пересчитать. Шесть дорожек, профессиональный лед. О такой базе в других регионах могут только мечтать. Именно поэтому самые крупные всероссийские соревнования по керлингу проводят здесь. В Сочи очень уникальная площадка, поскольку она насчитывает шесть дорожек. В России ни одна из площадок не может похвастаться таким уровнем подготовки льда, таким качеством. Это европейский лед, у нас работают квалифицированные айсмейкеры. Поскольку у нас самая уникальная площадка, самая лучшая, поэтому соревнования проходят в основном у нас в Сочи, все российские, также международные соревнования, но также есть и в других регионах, в других городах соревнования. Наши команды выезжают в основном в город Дмитров Московской области на соревнования отборочные на чемпионат России или миксовые соревнования, дабл-микс. Также проходят в Новосибирске, но в основном все соревнования проходят в Сочи. Проводят в Сочи и международные турниры чемпионата Европы и мира. На ледовые дорожки ледяного куба выходят лучшие кюрлингисты планеты, что не может не мотивировать кубанских спортсменов на новые победы и высокие спортивные результаты. Но для того, чтобы подняться на ступень выше, сначала нужно завоевать медали краевых соревнований. На этих соревнованиях мы выявим лучших спортсменов, которые будут участвовать в ноябре на первенстве в России до 19 лет. Также у нас сейчас глобальные планы. Мы готовимся к отбору на первенство мира, которое пройдет на нашей арене с 24 ноября по 1 декабря. Это довольно длительный процесс, подготовка к соревнованиям. У нас уже сформирована одна основная команда юниора, которые в прошлом году заняли третье место на спартакиаде учащихся, а также на первенстве России до 22 лет. Поэтому это и послужило участием на отборочных соревнованиях, которые пройдут в этом году. Первенство России по керлингу также пройдет в Сочи. По результатам краевых соревнований уже определились команды-лидеры. Теперь задача тренеров – выбрать лучших в ходе тренировок и сборов. На первенство России Краснодарский край должен представить команду из пяти девочек и такого же количества мальчиков. Кто войдет в десятку лучших, станет известно совсем скоро. Продолжение следует...